Мы вышли в свет, в люди, чтобы отпраздновать 14 февраля. Да, это День Святого Валентина. Субтитры создавал DimaTorzok Я иду по улице Локинг-Стриху и кушаю сверчков. А, 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 щекотно. Друзья, когда еду в путешествие, мне всегда хочется купить маленькую версию всех косметических средств. Но в Москве я никогда не могу это найти, а здесь, в 7-11, это не проблема. Маленькие шариковые антиперспиранты. Маленькие версии шампуни. Маленький импантин. Маленький head-on-shoulders. Вот здесь варяет. Тоненький такой. О, булочка с креветочкой. Может, так лучше хамячить. На самом деле, здесь такой выбор всяких. Вот тут ништяков. Даже не страшно, что вкусный. Это мы завтракаем перед поездкой в аэропорт. И мы еще пока в Паттайе. Сейчас я жду Русика, и уже приехал наше такси. Там оно стоит. Не видно, я на улице потом покажу. Мое любимое розовое такси. Розовое такси, как ездили в Бангкоке, ярко-розовое. Доехать от Паттайи до аэропорта Бангкока стоит 1200 бат. Это официальная цена. Мы с Русиком что-то сегодня. Частые посетители ванной комнаты. Видимо, вчера объелись сверчков. Ура, Русик вышел. Я его очень долго ждала. И вот мы садимся в наше суперское розовое такси. Очень красивая машинка. Я сейчас отсюда покажу. Прям даже позитивно на таком ехать. Хочу такие ценные такси в Москве. Обратите внимание, 50 километров. Максимально, что здесь указано в этой табличке. 285 бат. Ну, короче, около 300 рублей. Мы собрались ехать на Пхуке 16-го числа. И наши подружки, они уже там, они ждут нас 16-го числа. Но мы решили сделать им сюрприз и приехать 15-го. Они не в курсе и будут очень-очень рады, потому что они нас ждут. И мы решили, что лишний день в Паттайе нам не нужен. Надеюсь, как-то так, я хочу сказать. Есть, конечно, что поделать, посмотреть. Но в целом атмосфера через чур туристическая. Я подозреваю, что нам в Пхукете будет примерно так же. Но там есть острова, там есть какие-то пляжики. И там есть наши друзья, поэтому там точно будет лучше. И мы решили уехать пораньше. Вчера прям купили билеты на самолет. Слава богу, мы летим на самолете, а не на автобусе. Опять я бы это не пережила. Потому что тот день, когда я ехала на автобусе, я ныла целый день и поругалась с русиком. Ура, мы приехали в аэропорт. Сейчас будем искать терминал, с которым мы вылетаем. И у меня есть некая проблема. Мне плохо от этих таракашек. Причем у меня не болит живот, ничего. Просто я сейчас взорвусь. Надо быстрее в какой-нибудь туалетик. Ищем, куда нам надо идти. На этом табло. Его еще даже нет в расписании, поэтому можно подать. Потом мы можем где-нибудь полипнуть. А именно, пойдем в туалет. Только сейчас обратил внимание, что мне вернули депозит за отель. И тысячерублевая купюра прикреплена степлером к этому документу. Нормально вообще? Король. Красавчик, да? На молодого Ходорковского здесь похожи. Такой красивый в Бангкоке аэропорт. Они живые. Это была проверочка. Столько информации безумно мило. Класс. Как удовлетается я еду. Виарени и Тайв. Вот только посмотреть, как красиво. Те сотрудницы в сиреневом униформе. На каждом столике стоят орхидеи. А, нет, не орхидеи. Но это какие-то другие сиреневые цветочки. Эта информационная доска рассказывает о том, что нельзя проносить в самолет. Что у нас воспринимается под опасными предметами? Нормальное колечко. Мы приехали очень рано в аэропорт. Нам ждать сейчас уже 4 часа. Но момент, когда мы приехали, было около 5 часов. Мы ничего, подождем. Причем здесь аэропорт очень классный, очень красивый. Вот, например, смотрите, какая тут красота. Еще бы понять, что это такое. Так интересненько. А чьи это ножки? Тоскогреван. Ножки-то-согреван. Вот че. О, он такой большой величественный здесь стоит. Но он еще... Хороший кляхой. Писка этих ударов принесла. Не надо, спасибо. Личи пудинг. Выглядит как манная кашка. Фу, он пахнет как крем. Может, это крем все-таки? Пахнет как личи. Даже с кусочком. Ты че, обалдел, что все ешь? Не было минут 20, он ходил за водой. И он пришел без воды и принес блины какие-то. Это нормально, что? Это свет? Да. Таковато, но я хочу снять туалет местный. Потому что он произведение искусства. Здесь цветы. Все автоматическое. Водичка. Там полотешки. Это у меня немножко раскрытная. Очень красиво. Самое главное, стенки. Эти кабинки розовые. Такого приятного-приятного цвета и материала. Все очень супер-красиво. Светочки. Внутри аэропорта находится сад, за которым бережно ухаживают и поддерживают в таком красивом виде. Заходим в самолетик в числе первых. Такое редко случается. Очень-очень здесь все стильно, модно, молодежно, как сказал Руслан. Авиакомпания Тай Смайл. Девочки красивые. Где в Йог-Скайке? В этих позитивных авиаренях даже еда позитивная, да? Расстается вот в таких вот пакетиках, как в Снайк Тай. Давайте посмотрим, что внутри. Смайл-трейк. Мудербродик с сосисочками и сыром. Мудербродик вкусненький очень. Все, мы летим всего лишь час, поэтому нас кормят просто бутербродиком. У нас все упаковано очень мило и позитивно. Мой самый ненавимый момент – это выезд багажа, потому что я все время переживаю, что мой багаж не приедет. Что, еще не допустили ленту? Здесь почему-то туалетом пахнет. Нам в туристу и... Мы взяли билеты на маршрутку, которая довезет нас до отеля, который находится на Патонге. Билет стоил 180 бат. И ходит эта маршрутка каждые 20 минут. Вот перед нами, по-моему, как раз ушла. Ну, не знаю вообще. Мы ее сидим, ждем на остановке с другими пацанами. Так, это девятый день нашего путешествия. Мы на Пхукете, и сегодня мы собираемся просто отдыхать. Едем на пляжик, на пляж Катаной. Мы взяли мопед от отеля. Мопед стоит 150 рублей, 150 бат за день. Наконец-то я буду загорать, потому что я еще за эту поездку даже нормально не загорала. Это фильм. Мы едем с пляжика на нашем байке. И я даже дерзнула бы снимать видео. Здесь такой красивый плюток. Мы очень-очень круто покупали. Воденька прозрачная. Там так низенько. Пляжик классный. Называется Катаной. Вон там мои подруги. Быстрое видео о нашем номере. Мы въехали в номер, наконец-то. Сходили на пляжик. И вот наш красивый номер. Очень уютненький. С таким вот балкончиком. Все, мы идем собираться на наше вечернее мероприятие. Сейчас мы будем кушать что? Шаурму. Шаурму. И мне кажется, что шаурму здесь покупают только русские туристы. Мне хватит она закрывать. Я уже буду ходить где-нибудь. Она с тобой конфорирует, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все меня слышат. Сейчас у вас будет праздник. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok